Весы, доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на август 2018 года. По традиции расклад покажет вам общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно произойдут в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как провести текущий месяц наиболее благоприятно и плодотворно. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, проиграться однозначно для всех он не может. Плюс многим из нас необходимо смотреть Тараскопы не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцедента в натальной карте. Поэтому учитывайте, пожалуйста, и эти моменты. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карты. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает сама по себе ситуация разочарования, каких-то переживаний, то есть сильные эмоциональные разгрузки, когда эмоции вас будут накрывать через край. Потому что перевернутый паш кубков это сама по себе ситуация, ну не мозг, что отчаяние, нет. Но каких-то сильных эмоциональных переживаний, когда идет все не так, как вам хочется. Потому что это карта, например, рассеянности, иллюзорности, либо необоснованных надежд. Либо аркан очень часто указывает на ваши негативные проявления, а именно на вашу слишком большую доверчивость, наивность, либо переоценку положительных качеств происходящей ситуации. То есть не спешите открываться людям, да, открывать свою душу или в целом быть таким, знаете, как душа нараспашку. Так, что вас ожидает в плане работы? Перевернутая тройка жезлов. Это отсутствие перспектив, либо вы не можете найти подходящую вам работу, подходящую должность. То есть если вы на текущий момент безработный, то собеседование будет провалено. Если вы находитесь на наемной работе, перевернутая тройка жезлов, это, знаете, как ситуация застоя и отсутствие перспектив. Потому что проекты, которые, например, вам дают на текущий момент в этом месяце, они какие-то, знаете, как правильно сказать, не имеют либо реализации, либо не будут доведены до конца. Если вы рассчитывали, например, на повышение, перевод другого филиала и так далее, этого не будет. Потому что здесь нет слаженной командной работы, здесь нет взаимопонимания как в коллективе, так и с руководством. Помимо всего прочего, если у вас есть свой бизнес, то это, знаете, как работать спустив рукава. Либо ситуация усталости, либо ситуация изнемождения, либо по этой карте еще часто вы не можете прийти к какому-то взаимопониманию с партнерами. В плане финансов, что вас ожидает? Здесь у нас падает пятерка жезлов, карта борьбы, попытки отстать свое финансовое благополучие. Вот, в принципе, созвучные эти арканы. Объясню, почему. Потому что, например, если вы безработный, то по этой карте у вас будет обращение в социальные службы, да, то есть получать пособие по безработице. Если вы, например, наемный работник, то карта четко указывает на ваше желание каким-то образом бороться за повышение оплаты труда, либо за какие-то надбавки, или так далее. То есть это может быть касаться и оплаты в ночные часы, и сверхурочные, и праздники. Если у вас свой бизнес, то это ситуация борьбы с конкурентами, и желание отстать свои финансовые позиции на рынке. То есть не упустить, знаете, как не демпинговать. Вот именно об этом говорят вам эти карты. Что вас ожидает в плане здоровья? Здесь у нас падает перевернутая двойка кубков. Карта указывает на какой-то, вот знаете, упадок сил. В первую очередь эмоциональный. Потому что перевернутая двойка кубков – это, во-первых, ситуация таких вот стрессов, которые на вас сказываются, плюс это воспалительные заболевания, которые связаны с лимфатической системой. Очень часто по этой карте проходят, ну, вы знаете, какие-то воспаления. То есть у многих гайморит, либо то, что, допустим, одна болезнь перетекает в другую. Например, у вас был гайморит, стала отдавать в ухо, да, получился отит. Ну, то есть, вот здесь, знаете, как одна болезнь сразу переходит в какую-то острую форму другой болезни. То есть берегите себя. Если вы знаете, что, например, у вас проблемы с барабанными перепонками, то ныряйте, пожалуйста, да, со специальными приспособлениями, дабы вода вам не попадала в уши. Ну, и в целом следите за тем, чтобы вы не переохлаждались, чтобы у вас не было никаких воспалительных процессов. Что вас ожидает в плане личной жизни? Ну, вот по семерке мечей, я сейчас уточню эту карту, это будет с вашей позиции, либо с позиции партнера. Вот смотрите, так, я запрашивала все-таки с вашей стороны. Семерка мечей вообще-то карта хитрости, карта предательства, карта желания жить на два двора. Это если вы все-таки состоите в отношениях, да, то есть, например, вы имеете постоянного партнера, и появляется у вас желание, например, где-то флиртануть на стороне. Вот такой вот момент. Потому что порыться рекубков, здесь появляется кто-то молодой, перспективный, да, кто вас поманит, как говорится, в новые врата жизни. Если вы на текущий момент одиноки, то карта говорит о, знаете, каком-то попытках манипуляции, попытке как-то познакомиться, либо зацепить несвободного мужчину. Делать вам это или нет, это уже на ваше усмотрение, но, тем не менее, по семерке мечей вы должны четко понимать, что не совсем удачно с вашей точки зрения какое-то мероприятие. Потому что мужчина здесь тоже такой товарищ, сам с усами, знаете. Из позиции совета, о чем вам говорит Аркан, здесь у нас падает перевернутая сила, вы слишком эмоционально, физически истощены. То есть вам нужна ситуация отдыха, вам нужна ситуация восстановления, заботы о себе. Плюс не вешайте нос, не опускайте руки, потому что перевернутая сила говорит, да, возьмите паузу, отдохните, но у вас есть все силы, есть все ресурсы для того, чтобы преодолевать какие-то препятствия. На текущий момент вам нужно просто эмоционально успокоиться, отойти от каких-то проблем и ситуаций, восстановиться и только опускаться после этого в их решение. Потому что если вы будете сейчас себя загружать по полной, изнемождение будет, ну знаете, такое, после которого вы можете восстанавливаться и два месяца. Потому что что такое перевернутая сила? Это трудности, это проблемы, это какие-то препятствия, у вас на пути для решения ваших важных задач, как в плане личных отношений, так и в плане работы. Поэтому, пожалуйста, в этом месяце поберегите себя, свое здоровье, по возможности дайте себе отдых, съездите в отпуск, либо просто проведите дома время в спокойной обстановке. Для вас это сейчас крайне необходимо. Вот таким у вас будет август месяц. Могу вам сказать, однозначно, он не будет для вас особо значимым, либо переломным, потому что здесь падает всего один старший аркан, и то с позиции совета. Месяц будет проходящим в вашей жизни, который не принесет вам кардинальных перемен. Поэтому переживать по этому поводу, либо нервничать тоже не стоит. Вот таким вот вышел расклад на август. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!